В принципе, обычно мне, ну последние только может полгода у меня результаты с гроссмейстером чуть-чуть улучшились. До этого да, ты загибался. Да, сейчас я тоже загибаюсь, но в принципе 50% держу. Примерно. Поэтому у меня такое лицо в чест-бейсе. Вниз, да, или куда-нибудь. Давай его перенесем. Вот здесь он не будет мешаться, или вот здесь вот? Здесь он не мешает? Вот здесь нормально, да. Здесь-то полосочка? Нет, полосочка сверху. А погоди, а донат, а здесь донат, да? Здесь донат, да. Судя по тому, что его давненько не было нормально. В принципе, да. Так, вот и три. Ну такая предыстория. Это был 8-й тур турниров в Косово, а именно мужского чемпионата Европы. И к этому моменту я показывал результат плюс один, если я не ошибаюсь, да? 50%? Ну неважно. Ну тут потому, что турнир сильный, и как вы видите, даже показатели всего лишь плюс один. Нет, дали все равно соперника с рейтингом под 2-600. Ну. Да, на самом деле, это кунин всего лишь от слова куница. Да, ну и дали мне белый цвет. Я довольно долго и упорно готовился, причем в основном... не то, что к Немцовичу, а вот к вот этому порядку ходов. В принципе, похоже на Немцович, но белый пешка на Д2, и здесь я собирался играть Ж4. Кстати, очень рекомендую этот вариант за белых. По-моему, очень интересные позиции получаются. У белых есть реальные шансы на перевес. Ну а в парке он сыграл Д5, на Ж3 кунцов 6. Такие вот чугуинские построения. В принципе, против порядка ходовскую Немцовичу и Ж3 должны быть достаточно эффективны. Дело в том, что если я делаю, ну, логичный ход в адреслон Ж2, черный отвечает Е5. И это пирт с переменной цвета. Наверное, белый держит равенство, но не более. Хотя Петя, безусловно, был бы возмущен. Кстати, давай добавим Петю. Ну, если он в скайп, то почему нет? Ну попробуй. Он в скайп. Да, Пат. Ну, он не хочет выбрать. Ты... А... А... Как это сказать-то правильно? Анастойчивее. Я добавил, скайп. Добавил? Могу еще раз добавить. Ты добавил Арчема, по-моему. Ладно, в общем, попытайся добавить, если он не возьмет, но так-то мой путь. Петя, как видите, халтует. Он вроде как должен участвовать. Ну, ладно, тогда поучаствует, хорошо. Видел, Петя отписал. Да-да-да. Мне он все-таки тоже приходит на скайп сообщение. Ну вот. Я думаю, что если белый играет слон g2, то черный отличает е5, поэтому, в принципе, ход d4 в плане прибыли за дебютный перераз практически вынужденный. С слон g4, вот здесь такой достаточно тонкий момент. Вроде как хочется играть слон g2, но у нас слон g2 у черных есть неприятный ответ ферзь d7 и, ну, на любой ход черный играет слон h3. Для сравнения, после конь d2, если черный сын играет ферзь d7, ну, во-первых, я могу тратить h3, как я сделал партию. Даже если белый играет с c3, то слон h3 не так выгодно, потому что, ну, потому что я могу взять, я не теряю темп на этом. Ну, то есть слон мне из g2, а с f1 бьет. Здесь после е4 у белых лучше. Ну, я сыграл h3 тоже неплохой ход, слон f5, c3. Ну, я отдаленно, скажу так, припоминал, несмотря на то, что это всего лишь шестой ход, что... Что... Это позиция теоретическая, но, как оказалось, была тоже позиция теоретическая, в ней еще и была сыграна одна из известнейших партий, может быть, самых красивых партий вообще 21 века. Я сейчас покажу эту партию, если ты не против. Да бесконечно, бесконечно, бесконечно. Сейчас он найдет ее через референс. А он найдет ее? Да, ну не быстро. Херо. Какой сегодня второй матч? Уэльс. Уэльса вечером португашки. Сегодня уэльс Ирландия, а вечером Португалия... В смысле, вечером. Внутри игры еще. А третье когда? Сегодня вечером. А вторая когда? Ну, сейчас через шесть минут. А, да, сейчас же только... Шесть вообще, по-моему, с тобой будешь. А, нет, семь, да, семь начала, уэльс Ирландия на Ирландии, потом Португалия, как говоришь. Да, да, через шесть минут там по-моему. Вот, я имел бы эту партию. Если честно, я ее никогда серьезно не анализировал, но тут у меня есть анализ какого-то венгерского шокоматиста, поэтому буду ориентироваться на него. Дело в том, что эта позиция встречалась достаточно часто, но после f6 основного хода, белые играли конь h4 и слон е6, и вот здесь b4, и получали хорошую позицию. Поэтому фресене против Кравника в супертурнире в Париже сыграл е5. Новинка? Да, и я забегаю вперед, скажу, что Кунин сыграл против меня этот же ход. И Кравник взял пешкой d. А вот этот вот венгер, кстати, рекомендует брать конем. То есть так, как я сыграл с Куниным. И пишет, что, наверное, это лучший способ доказать недостаточность компенсации черных. Но я в этом не знал. Я просто посмотрел на эту позицию и решил, что конем брать лучше. Наверное, так и есть. Но Кравник взял пешкой после 3-0. Сыграл е3, что действительно не совсем понятно, потому что вроде как надо развиваться. в нормальной последовательности ходов, правильно? Ну. Не знаю, видимо... Еще я затрудняюсь сказать, что ему не понравилось. Актив Кравник взял е3, и вот с этого момента фресене играл очень сильно и очень энергично. То есть я даже не буду как-то зацикливаться на каких-то здесь вариантах, просто покажу, что происходило. Код е7, g4, дополнительное ослабление. Слон g6, b4. Вроде как у белых лишняя пешка, с пространством все нормально. Какие-то даже, может, перспективы на ферзовом фланге, но... Извиняюсь. Ну. Поля слабая. Так, все это выглядит довольно рыхло. h5. Ну, то есть фресене цепляется к зацепке на храдовском фланге, и b5. То есть идет довольно конкретная игра, но вот я совершенно не понимаю, чем Кравнику здесь помогает пешка на е3. То есть Слон уже дал понятно, чем помогал бы, он защищал бы ладью. А кубе допускает эту жертву фигура. То есть это не размен, это настоящая жертва фигура, потому что белые бьют с темпом. То есть фресене просто, пожалуйста, экс-чемпионом мира фигура. Супер турнир классической партии. Хорош. Силен. Ну, и на код d4 запоследовал кунь е5. Поэтому Кравник решил придумать этот промежуток, все разрешить код d4. Здесь черный приходится бить, но позиция все равно остается очень, очень перспективной. Кстати, обрати внимание, Слон е7 выглядит пассивно, но Слон идет на h4. То есть у белых, что с материалом? Личная фигура за две пешки. Вроде как у черных нет непосредственных угроз. Но вот непонятно, что делать с королем. Слон g2, dsh, Слон f3. Отдал третью пешку, но стабилизировал позицию Кравник. Немного. Слон f5, фресене 4, король b8. Ну, вынужденная профилактика пешку на а7 отдавать. Наверное, не стоило. Хотя я все равно рассмотрел бы Слон h4. Вот что здесь у нас Слон h4? Гренгер по этому поводу ничего не пишет. Я уже не знаю, куда деть эту штуку. Может сюда? Астань сюда, да, не важно. Да, Слон h4, видимо, тоже заслужила внимания. Но король b8 сохраняет идею Слон h4 в запас. После Слон h3, Слон h4, ну, понятное дело, висит пешка на е3. Ее надо защищать. Но длинная арахировка не рассматривается. Потому что, во-первых, король лис тоже очень слаб. А вот их черные просто забирают всю эту цепь по очереди. Слон f1? У них один обидный играет. Ну, пешку надо защищать. И g5. Ну, думаю, кравнику от меня было не очень приятно. Ну да. То есть я решил сыграть ладья h2. Избыточная защита. Ход, конечно, очень уродливый, но ничего сильнее похоже не было. То есть вот этот венгер пишет ладья c1 сильнее, но в итоге все свелось к одной и той же позиции. g4, слон e2. Здесь, наверное, единственная неточность со стороны черных за всю партию. То есть компьютер указывает подсильнейший ладья g8. После король лидов просто прорыв. Ну, это, честно говоря, не выглядит совсем очевидно. Вроде как поменяли фигуры, но на е3 висит и... Совершенно выиграна у черных. Потом еще добавит огоньку путем ладья е8. То есть я сыграл слон e4, тоже очень логичный ход. В принципе, идея... Слон g2, слон f1, выбивая коня и потом проводя g3. Но... Дополнительная идея может заключаться в том, что черные сыграют f5 и развяжут свою фигуру. Все пешки будут защищать друг друга. Средо ладья c1, слон g2, фиг за 5. Здесь очень хороший ход со стороны черных, потому что он... Ну, требует конкретного мышления. То есть хочется все съесть и дать мат, правильно? Но вот здесь фэсс сыграл ладья c8. Зачем? Просто не допуская никакой контр-игры по линии c. Ну... Погично. Ну и... Дальнейшее, что последовало в этой парте, это избиение. У тебя c3, слон f2, Крол f2, слон f1. Крол f1, g3. Посмотри на это. Надвинул, да? Чуть-чуть. То есть белый обязан просто отдавать ладью. Ни за что. У тебя материальное равенство, но черная пешка, она же 2, которая пройдет. Вот c5, последняя попытка. А6 просто, или g6. g6 невозможный, вот нелегальный. А6, так и сыграл. Если за что на b6? На b6, видимо, какие-то трюки были задуманы. Я даже трюков не вижу все равно. Трюки с чего должны начинаться? Ну, какого-то ферзи а6, ладья а3, что-то такое. Ну, ферзи а6 сразу, ладья g2. В общем, видимо, b6 тоже выигрывала. Последовало а6, ладья g1, ладья g2. Фильно. Он g2 а6, здесь Крамник сдался. Как тебе позиция? Чемпион мира? Эльс-чемпион мира. Хорошо играл белым. Неплохо. Классик. Ну, как оказалось, мой соперник в парте ориентировался именно вот на это. Я саму партию видел, но какая конкретная там последовательность ходов была в дебюте, я не помню. Поэтому, можно сказать, что мне, наверное, повезло, что... Я засыграл конь е5, а не де. Потому что с де могло получиться что-то похожее на партию... ...на партию Крамника с Фресине. Конь е5, де, f6. Обратите внимание, соперник мой... ...пытается достичь контрагры примерно таким же способом, что и Ларан. Ну, здесь вот у меня важный нюанс, что у меня есть ход вторым конем на Ф3. Ну, он пришел, а что дальше? По крайней мере, какой-то констабильность в центре. Слон С5. Обрати внимание, вроде как у белых лишняя пешка центральная, и все хорошо, но... ...главная проблема в этой позиции... Укажите главную проблему, мне интересно, что ты скажешь. Сейчас мат дадут просто реагируют мат. Нет, кем дадут мат? Ладьей. Какой? А, по 8. Да, но это... 3 года еще. Ну, блин. Активные фигурки просто очень сильно. Ну, у нас тоже одинаково, а где у нас особо пассивные фигурки? У нас солоная, не очень. Ну, у нас же 2 выйдет, будет на хорошие рабочие диагонаны. Нет, здесь данная проблема другая. Алло? Главная проблема, смотри, какая. Представь, что этих фигур нет. Мои. У белых сразу почти выиграна становится. Ну, со слоном на С1... То есть, беда в том, что он... Куда его развить? На Ф4. На Ф4 и под Ж5. Это да. Ну, то есть я пока сразу слон Ж2, и, наверное, вот здесь я серьезно задумался, потому что не мог понять, что делать со слоном. Я бы Б4 пошел. Я пошел в Б4. Это правильное решение. Слон Б6, А4, А6, А5, слона А7. Я так в каждой парке делал, если че. Ну, вообще-то выглядит так, что белые просто ослабили свои пешки и ничего не добились. Да я почему сейчас тут? Два ноля, ладья, б, полиняя и б. Слона может на Е3 в кик туда вводить. Ну, вот здесь я сыграл довольно сильно. Как мне кажется. Предлагаю найти. Как меня радует наличие часа там. Два ноля. Два ноля с два ноля, проблема в том, что шпешка теряется. Ммм, может, жалко ее. Ну, да вообще-то. Молодая шпешка еще аж 5-4 начинается. Довольно быстро идет. Ммм, может, С4. Здесь? Угу. Ну, взяли, ДЦ. Нет, да, 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 да. С4 все взяли. Нет, я бы это сфере менялся, это не то. Материалы поровну, о чем у меня хорошая позиция, я не вижу. Нет, здесь есть другой план. А вот я бы 1, B5. Сейчас мог бы посмотреть. Да. Нет, там этот слон, слон. А для B1 нельзя слон бьется. Ты видишь, я интерактива до БП. Конь H4. Собственно, зрители тоже могут писать здесь план за белу. Конь H4, да? Или конь D4. Конь D4 в принципе возможно, но... Пешку жалко, опять же. Не 2, наверное. Ну, да, ну... Вот эта позиция не очень, по-моему, нет. Ну, чуть-чуть не приятно. Так, ничего там. Я ничего не вижу. Обычная позиция. Сижу, да. Обычная позиция, но нам не надо сделать ход. Хорошо, слон F4 с какой идеей? Пусть вот Данил ответит. Хорошо, скажем так. Слон F4 и черный ответят в G5. Что дальше? Слон D2. Слон D2. H6. Что изменилось? Можно побить на F6 и взять на... А, блин, там уже H6 пошли, да? Не, можно побить на F6? В принципе, компьютер может считать что-то неплохо, но мы помогаем развиться. Нет, я имею в виду уже после того, как сыграл на G5. Ну, хорошо. Я сразу слон F4. G5, слон D2, H6. Какой план здесь? Е3. А дебютная лекция... Никогда не будет. Как просто стоять? Какими ходами? Это H2? Уже в обстоятельстве, это не идея. Не, я думаю, здесь есть конкретная, сильная идея в этой позиции. Например? Рома не без примера, она только одна в позиции. Блин, мат давайте. Какая позиция? Вот. Данила все-таки озвучил эту идею. Еще довольно странно, что я не вспомнил, потому что ты видел эту парню. Да, когда? Сейчас ты вспомнишь. Ну, я так слышно херова. Да, да, но андрогомбитер. О, Петь. Я даже не понял, я думал, это я. Подключай другой Петь. Ну, сейчас попробую. Давай. А выключите меня? Хорошо. но тогда подождем печь ну подождем печи чем без печи марафон марафон эти участвуют во всех марафонах ты знаешь хобби я был он так что так не сильно для себя не для себя до 1 партия на когда начнется 8 а матч начался да уже 7 минут как какой счет я думал что в этом матче он должен поместить нам обоим у тебя хэннесси на ворот нет конечно кто у тебя на ворот круто то есть очень веришь бельгия я скорее не верю против них с кем не венгрия венгрия выиграла группу с португалия исландии вот поэтому не верю там людей стас от того что мы не можем его отпустить сейчас ну давай покажу партию можем по минутке сыграть и надо паузу в этот шахмат поэтому покажи партию да я вообще не знаю как я буду радиус полночитовой турнир серьезно там будут мастера 0 я буду зевать много служа концентрации нет осталось пять часов кирилл как много больше половины прошло чуть-чуть потерпеть был там бежит а то есть вас совершенно не волнует что у кирилла в скайпе ава большой розовый морской звезды а то что петь и в скайпе ава в шапке в помещении это конечно нормально ужасно как он такой невозможный ух, чем сам сейф, бешеный вообще еще два надо сухой матч будет очень смешно если бельгий выберут я так посмеюсь действительно порадуюсь вообще не нравится бельгий, что в ней хорошие звезды А ты реально хотел бутылку закрепить? Да, да. Не то что хотел, а он стоял крэпом. Ну? Потом я испугался. А ещё я по надежности в штык закрепил Мюллера. Мы совпадём. У меня будет больше шансов дотерпеть до конца турнира. Так, ну всё, давай партию показывай. Люди же смотрят нельзя. Ну ладно, Петя, да. Петя, видимо, забил. 60 человек. В общем, я отдаю эту пешку, играю слон Е3. Здесь, если честно, я был очень обеспокоен по поводу одной возможности чёрных. Потому что... Ну хочется пойти Д4, правильно? Хочется. Кажется, если должен играть СД, то у чёрных всё хорошо. Конечно, я бью на Е5 в промежутке. Какой Е5? У нас новые люди подтягивают с тем временем. Да, я знаю. Но... Небыстро. Конь Е5? Если ферзь ушёл куда-то, то просто слон Д4. Всё держится. Т.е. шахман, когда на шахман даже не обращают, просто уйти королём. И материала поровну, но у чёрных слишком плохой король на целом. Я... Что мне не нравится, так это ход ДЕ. А, Джекл Ферзя? Да. Так, ничего мне не нравилось. Взял Ферзя. Ну, достаточно очевидно, что Бенилюкс это Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Поэтому так и называются. Пишется тоже через И вторую. Ну, это достаточно близко, да. По крайней мере. Ну да, я должен брать Ферзя, разумеется. Еф. Король Ф1. А где Д7? И вот здесь... Ну, я, в принципе, наверное, сыграл бы правильно, но я не был уверен насчёт оценки этой позиции, но она проясняется после одного хода. Е3 это то, что я думал, что, может быть, стоит сыграть, но после Е3, даже если Белый заберут эту пешку, что-то я начну довольно неприятную атаку. Правильный ходит слон Ф3. Законим Ф6, король прячется на Ж2. Нидерланды пишется через И. Второй раз говорю. А так да. Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Ну, компьютер, жаль, что просто он Ф3 убил огромный, возможно, решающий перерез. В общем, я уверен, что Виталий тоже считал ту идею, но в итоге отказался от неё и взял на Е3. Ну, получил ферзь Е3. Ферзь Е3? Теперь пешку завесил конкретно. Идиай 8. Предложи ход за белых. Два ноля. Два ноля. Слон Ашты. Ферзь Е7. Мне нравится, как ты раз за разом взялаешь эту пешку. Да, Ферзь Е7, хорошо. Хорошо, не буду брать Нашты. Сигай, как бы, 8. Король Аштыев, король Аштыев, король Аштыев, не буду делать пешку. Ну, ладно, это смешно, но почему-то Ферзь Е7 сразу не забросит. Ну, я понял, но... Идея понятна. На английском, да. Но на английском нет такого понятия, как Бенелюкс. Поэтому... Что тут говорить? Петер не может включить в компьютер. Прискорбно. Ну вот, после Ферзь Е7... Не знаю, у меня такое ощущение, что он подзевнул, что ход Ферзь Е7. Или просто недооценил масштаб проблем здесь. Ну, грозит мат. Это, я думаю, он видел. В черных есть ход С6, конечно. Какой бы ты план применил? С4. То есть ты начинаешь все-таки вспоминать эту партию. Это хорошо. Я бы реально пошел С4. Действительно, С4... Ну, с одной стороны немножко боязно так играть. Потому что все-таки белый жертвует две пешки. Но все-таки... При всем этом у черных настолько плохой король на С8. И вот эти фигуры еще не развиты. Что должно это быть оправдано. ДС. Белые черные должны брать ДС. Потому что иначе белый сыграет В5. Парта закончится. ДС. 2-0. С3. С3 спорная идея. Вроде как хочется развиваться. Но беда в том, что на коне Ф6 последует тактический удар конь Е5. После ладья Е5 теряется ладья. Поэтому С3, в принципе, наверное, практически вынуждена. Ну, здесь сыграл Б5. Причем не особо думаю. Потому что... Здесь проблематично посчитать варианты, но... АБ6? АБ6, да, так и было. Ну, достаточно... Варианты посчитать проблематично. Но достаточно легко увидеть, что белый хочет сильная атака. То есть... На СБ последовал бы конь Е5. Опять же. На ладья Е5, ферк за 8. Крель С7, ферк с Б7. Крель Д8, ладья Д1. Да, тут от финала. С победы. Важный вариант, что на ферк С7... А, я вспомнил эту партию. Вот только сейчас вспомнил. Где у ладьева под бой подставил. Да. Ну вот после Ферк С7 у белого есть сильный ход конь Е7. Завлечение? Завлечение, скорее. Завлечение. По этому АБ, видимо, я сосчитал... Куни на этот вариант. А6. У белого уже двух не хватает. Ну, король разрывается, конечно. А Ба... Если повторил позицию пару раз, чтобы... Поближе подойти к контролю, к 40-ому ходу. И взял на А6. Ну и здесь, конечно, я ожидал хода конь Е6. Хотя он тоже проигрывает по ряду причин. Но последовало С2. И мне дали возможность осуществить... Эээ... Лобовой выигрыш. Тут шах. Надо играть король Д6, потому что на король С8 следует... Что-то следует. Ферзь Б6 вроде. С2 и ладья А8. На Ферзь Б7, Ферзь Ц5. Потом ладья выезжает следующим ходом. Не, ну я понимаю, но большинство ее все-таки не видели. Поэтому... Ферзь Д7, король Д6. Шах. Почему он... А, ну да, СД. У тебя Д1. Белый, конечно, отдают две ладьи за Ферзя. Но дело не в этом. Дело в том, что... Форсирует, наверное, продолжается. Приходит ряд король Е7. Взяли-взяли конь Е5. Этот конь угрожает. Взять. Вот это появление. Здорово, ребят. Да. Привет. Смотрит? Как ни странно, до сих пор смотрят. Сколько стоит человек? Эм... 56. Них... Можно матом ругаться. Видимо, да. Но пока мы не дошли. Давайте 15 минутку, пока я пришел, можно матом ругаться. Ты смотришь на позицию вообще? Да что это такое вообще? Моя партия с Куниным. Ты ее видел? Возможно. Ну, здесь после Куниев 6 белые съели весь материал. В целом партия на этом... Я думаю, что ты показываешь лишний керчь. Так... Обратите внимание, что это Е2, Е4. Это бывает не часто. Блестяще. Он закончил партию. Блестяще.